Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня я расскажу, как я сажу и формирую свои технические сорта винограда. Конечно, кто-то скажет, какие у нее там технические сорта. Один мусор, ну не вам решать, мусор либо не мусор, это раз. Второе, у меня эти сорта хорошо растут, хорошо созревают, дают сусло нужных параметров. А это я считаю сам. Еще, поскольку мы сегодня будем вести речь о двух группах технических сортов, о чистой вите свинифера и гибридных сортах, я рекомендую посмотреть отдельный ролик по гибридным сортам. Ссылку под видео я вам оставлю в описании. Первое, расстояние между кустами при посадке. Я его делаю достаточно большим. На этом участке расстояние между кустами где-то 2,20, может быть чуть больше. Но здесь мы уже максимально ужимались, уплотнялись ввиду недостатка места. Почему такое большое расстояние между кустами? Конечно, вы мне можете сказать, а вот там садят по-другому. Там и другие условия. Я сажу в своих условиях так, как считаю нужным. Дело в том, что расстояние между кустами это площадь питания. Конечно, если мы посадим кусты плотно, ну, например, с расстоянием метр, или полтора друг между другом. У нас на единице площади кустов получится больше, чем если бы мы посадили их реже. Логично, да? В первые годы, допустим, куст у нас каждый дает по одной грозди. Если у вас сидит 5 кустов, вы получите 5 гроздей. Если у вас сидит 20 кустов, вы получите 20 гроздей. То есть в первые годы все понятно, почему такая плотная посадка. Но в дальнейшем, напоминаю, у нас же есть площадь питания, кусты разрастаются, им надо что-то кушать, и им становится тесно. Соответственно, нам тогда надо о них заботиться, нам надо будет их больше подкармливать, больше какого-то применять к ним ухода для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Потому что, напомню, что куст, который чувствует себя плохо, не столь проблема, что он может дать, например, меньше урожая. Проблема в том, что куст, которому чего-то не хватает, начинает болеть. А нам нужны кусты здоровые, правильно? Даже расскажу одну такую историю. Много лет назад я ездила в путешествие по Европе, и проезжая где-то виноградники, нам экскурсовод рассказывает. Говорит, вот этот виноградник засаживают, потом где-то лет через шесть все выкорчевывают, потому что виноград уже не может нормально плодоносить. Я помню, что когда-то, много-много лет назад, я ездила в Крым, и там рассказывали другое, что самые лучшие виноградники, это виноградники старые, которым по 50, по 70 лет. И тут я подумала, что за бред она несет? Ну, через какие там шесть лет выкорчевать? Ну, когда я начала интересоваться темой, я поняла, что да, есть такие интенсивные виноградники, то есть их плотно садят, они быстро все из земли выкушивают, дают какой-то результат, и все. После этого, как бы, ну, они из земли достали все, что только возможно. То есть там уже надо что-то с этой землей делать, чтобы она приносила какую-то пользу. И вот смотрите, у нас на участке есть такая чудесная яма. Когда-то мы планировали здесь сделать подвал, но не сложилось. Зато видно, там чуть-чуть плодородки. Остальное это песчано-гравийная смесь. Замечательный стройматериал. То есть для стройки можно все брать прямо здесь. И смотрите, если я сажу виноград плотно, опять же, если мы говорим о том, что какие-то супер богатые минеральные почвы, в каких-то хороших условиях, да, там виноград будет пытаться что-то добывать из глубины, где-то искать себе питание. Здесь в чем искать? Вот в этом, ну, в песке ничего нету. Более того, мы живем в средней полосе, и почва у нас не прогревается очень глубоко. И те же корни винограда, они не идут сильно вглубь, потому что там холодно. Поэтому где-то добыть себе пропитание, скажем так, на стороне винограда, достаточно сложно. И поэтому я отдаю вот это большое расстояние, чтобы ему было где и чего покушать. Кроме того, я несколько раз уже говорила об этом, кроме минеральных элементов, которые у нас есть в почве, есть еще один важный фактор питания, это углерод. И углерод как раз-таки выделяется из почвы, и из-за углерода, углекислый газ, кусты, конечно, очень сильно конкурируют. А мы помним, что все органические молекулы строятся как раз-таки на основе вот этого самого углерода. Поэтому мой выбор таков. Расстояние достаточно большое, при этом я смогу заботиться о своих кустах несколько меньше, зная, что им будет всего хватать. Кроме того, на втором участке, сделав расстояние в 3 метра, я понимаю, что в случае необходимости, если я вдруг решу, то я еще смогу уплотнить до полутора, если такая необходимость возникнет. Но пока места у меня хватает, всего хватает, поэтому я даю своим кустам свободу. С расстоянием разобрались. Теперь переходим к вопросу формировки. Наверняка многие из вас считают, что виноград технически должен расти на штамбах. То есть такая палка порядка 90 сантиметров, и от нее отходят в сторону уже боковые побеги рукава. Такая формировка, да, она достаточно часто. Вы ее встречаете в фильмах, вы, если где-то проезжали виноградники, наверняка многие из вас видели. Но это на самом деле не единственная формировка и не единственная правильная. Вообще, я вам уже говорила, нет правильных и неправильных. Важно, чтобы формировка и способ выращивания давали тот результат, который вы ожидаете. Тогда это будет правильно. И если вы захотите немножечко посмотреть вот эти самые разнообразные формировки, можно в интернете поискать. Например, по-моему, на острове Санторини выращивают виноград немножко в таких ямах, и просто вот как гнездо свита лежит лоза на земле. Там ветра, там большие ветра, поэтому там используют вот такую формировку. Есть формировка, когда практически растет дерево с маленькими побежиками в яме. То есть и такая есть формировка. Формировок очень-очень много разных. И напоминаю, важно то, что именно вам удобно, вам подходит, исходя из многих-многих параметров. Что выбираю я? У нас четырехрукавная веерная формировка. При этом эту же формировку при необходимости можно переделать на кордон, в зависимости от того, сорт отзывчив на это, либо не отзывчив. Что это такое, есть другие видео по теме, тоже ссылки я вам оставлю. Значит, почему именно такая формировка? Дело в том, что мы находимся в зоне укровного виноградарства. То есть виноград на зиму надо укрывать. Наверняка многие из вас слышали такую фразу, что ой, за технарями вообще уход особо не нужен, их можно не накрывать и ничего особо не делать. Так вот, то, о чем я говорила вначале, посмотрите ролик по гибридным сортам. Технарь в технарю рознь. Есть чистая витязь винифера. И этот виноград достаточно капризный. У него и невысокие морозостойкости, он может быть достаточно чувствительным к болезням. Если мы хотим его выращивать, то нам надо будет приложить все-таки усилия к нему и о нем заботиться. Потому что хорошее качественное вино, это в первую очередь хороший качественный виноград. Ну, есть и гибридные сорта, которые действительно более устойчивы ко всяким внешним факторам, к той же зиме, к морозам. Но лично наш опыт показал, что если хочешь остаться с урожаем и спать спокойно, то лучше всего виноград укрывать. Любой. Независимо от того, чисто это витязь винифера, либо это какой-то гибрид. И смотрите, такая формировка. Вот рукав. Он относительно земли под острым углом. Осенью при обрезке фактически этот рукав отвязан и он сам падает на землю. То есть укрывать очень легко. Если мы берем штабовую формировку, то там через пару лет прислонить ее к земле будет достаточно сложно. Вот этот кустик достаточно молодой. Я потом еще покажу более взрослые кусты. Значит, смотрите. Вот это серенькое. Это старая древесина. У нас есть ее достаточно большой запас. Даже вернемся к вопросам расстояния между кустами. Если мы берем 2,20 даже, то у нас как минимум полметра каждого рукава идет в другую сторону. То есть у нас есть определенный хороший запас этой старой древесины. Для чего она нужна? В ней виноград накапливает питательные вещества. Конечно, можно было бы все время отращивать молодые лозы. Такая формировка тоже возможна. Но исходя из наших условий, вот две последние весны они были не просто ужасны, а очень ужасны. Еще эта, ну скажем так, более-менее, она просто была очень поздней. А прошлая весна, что получилось? Виноград начал пробуждаться, и потом пришли холода. При температуре ниже плюс 10 виноград не работает, корни не работают. А зеленая масса в этот момент уже есть. И в таком случае, что он начинает делать? Он начинает расходовать питательные вещества, которые вот здесь у нас находятся. И, соответственно, если у нас запас вот этой самой старой древесины есть, и он большой, то винограду гораздо легче, гораздо проще. И, конечно, запас старой древесины также помогает пережить зимы нашим кустам. И там я вам показала была обрезка на плодовое звено, а здесь вот на кордончик. Вот старая древесина, рожки, правда, здесь рожки длинноватые. Ну, пошли побеги. Вот с этим плодовое звено, либо кордон, надо экспериментировать. Конечно, для многих технических сортов это прописано в описании сорта, но мы экспериментируем, смотрим, что нам удобнее, и что в нашем случае будет лучше. Ну, смотрите, здесь вообще. Вот это все, что я показываю, это все старая древесина. Видите, какой ее большой запас. Вот старый куст, это зилга, ну, тут видно, да? Вот с одной стороны старая древесина, и с другой. И вот тут немножко покажу на реформе. Тоже видим, какой ствол. Правда, развернули рука в другую сторону. Дело в том, что реформу отсюда мы будем убирать. Он у меня на другой участок ушел. Там его будет больше. Отсюда костик будет убираться, но, тем не менее, видите? Старая древесина у нас, большой запас. Шпалера у нас первая проволока приблизительно на высоте 50 сантиметров. Ну, все дальше. Побеги идут вверх, шпалеры у нас высокие. Возможно, на втором участке будут чуть ниже ввиду возможностей. Тем не менее, тоже мы позволяем расти этим же техническим сортам столько, сколько им надо расти. Потому что в наших условиях очень важно, чтобы виноград нормально созрел, чтобы он успел набрать сахар до наступления неблагоприятных условий. А накоплению сахара, конечно же, способствует наличию большого листового аппарата. То есть, такие вещи, как расстояние между кустами, формировка лос, мы делаем в первую очередь так, как нам удобно, но исходя из тех условий, в которых все это произрастает. Это видео не претендует на какую-то истину. Мы всего лишь показываем, так, как это делаем мы. Как я ухаживаю за кустами, подкормки, нормировки и все прочее, я вам расскажу в одном из следующих роликов. Но сейчас я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!